друзья всем привет я уже в рабочем состоянии немножко с утра прохладненько ветерочек слабый пошла немного поработать днем мы конечно же не работаем потому что жара мы купаемся и домашние дела расскажу вам немножко о том чем занимались давно не брала камеру в руки потому что особо снимать нечего мы дома мы никуда не уехали не ничего не произошло вот выкопали огурцы все старые брали обработала все марганцовка землю посеяла прям землю такие вот семена зашли они посеяла по 2 лунку потому что вот в той например лунки вообще не зашло здесь один зашел здесь тоже один зашел здесь два взошло здесь один один два в общем некоторые два некоторые один посидят они корни все равно друг от друга здесь меня лежа все перекопал и кушай это не для тебя перекопано да не для тебя не ходи сюда здесь у меня взошла мочалка самосевом видать но они к осени начинают расти любят прохладу и вот это вот арбуз что ли тоже самосевом я его привязала пока прикапывали потом опять же его на землю так быстренько отсюда быстро такая хулиганка видите что делает гуляет не по огурцам полила с утра клубничку мякуша не надо в огурчике заходить ты почему непослушная девочка клубничку полила она тоже сохнет конечно от такой жары всю траву здесь повыдрали вот она сохнет тоже будем ее сжигать там у меня курюхи занимаются травой практически тоже всю съели какие-то вот мы были большие стоят на мелкую то они конечно подрали полила сегодня здесь тоже клумбу клумба уже практически никакая гортензия цветает немножко вот бутоны остались вот эти вот эти вот видите по выдрала я все-таки амаранты видите вот какое дерево какой корень у амаранта то есть вот как можно продавать семена было написано лилипуд целозия вырос гигант амарант все корни по выдрала все по выдрала это потихоньку начинает освобождать уже клумбы потому что все цветает еще тем более в гору она особо-то и не хочет свести видите здесь такой вот тут конечно же коты наверно сломали посеяла здесь вот прям две штучки думаю может чуть-чуть порастет ничего не дает расти в общем вот такие дела занимаешь по утру огородными делами олежа мне бассейн держит чистоте старается видите третья неделя водичка прозрачная он прям пылесосится убирает а так-то за десять дней обычно болото здесь у нас тоже все не убирается потому что каждый день ходим сюда единственное нужно газон покосить потому что оброс розы все мои отсвели немножко маленькие цветут но они практически не могут в жару цвести я думаю если наберу так осенью то хорошо вот эта красненькая немножко стала набирать розочка вот шиповник опять полез сколько выдираю у него шиповника выдираю колючие на на другие перчатки ладно сейчас схожу за перчатками вот это тоже расстройство отцвело летом дубки отцвели летом и что у меня осенью будет пустая лысая клумба а так тату осенью до ноября она фиолетовая была красиво не знаю почему они отцвели раньше времени непонятно что зацвело поливаем конечно все без конца поливаем чтобы хоть немножко сберечь растишки сейчас стоит еще жара сколько еще нынче говорят бархатный сезон будет хороший теплый плага вот питунчики самосемные которые хоть клумбу украшают а так вообще бы высая стояла у нас уже компостные кучи все полные все переполнены настолько травы много хоть я не такая эта самая полольщица охобая но все равно все полные заполнила хотя новую делали эту траву которую сейчас уже вырываю я ее сожгу вот здесь прям на поле потом сетку уберем курочек загоним и будем готовить жара как спадет только тогда будем пахать а так я ему не позволю пахать он бы и сейчас готов пахать но нет нельзя ты очень опасно для сердца в такую жару напряжение капуста у меня поднялась я ее окучивала поливаю каждый день ну раз поливаю значит и трава снова прет видите и что были маленькие естественно все снова и корни плохо вздираются так я пошла с ведром до там вот которые высаживала помидоры я же их тогда бросила ничего не стала делать я говорю да не нужны они мне а они вроде как что-то там выросли что-ли что-то светилось вчера по крайней мере красные сейчас смотрю по сторону все попадали да вот видите вот здесь уже черепашка появилась помидоры соберу тогда что будут пропадать то сейчас мы их соберем все отдыхают на море все куда-то едут видите я сейчас соберу и плохие и хорошие и плохие курочки командам здесь на поле как это в открытом грунте помидоры они мне не нравятся вот зря я их посадила они все равно будут испорчены будут съедены но раз уж посадила теперь уже соберу в курку где курям отдам что-то может у меня еще в теплице есть помидоры поэтому я и особо и не переживаю у меня там зелененькие на росли будут краснеть господи тут их правда сколько так сейчас я соберу вас пока положу вот что я набрала видите немножко перца и гнилых помидор срезала подсолнуху а у меня такие толстые семечки вкусные посижу немножко перекурю поклеваю пока воробьи все не съели там уже маленькие все пустые большие я срезала они спелые видите даже щелкают как настоящие так что можно посидеть вечерочек хороший такой на море не хочется вообще даже привыкли мы по Азии ездить сюда нас не тянет как бы мы близко не жили тут ехать получается 200 километров может три часа ехать потому что если пробки там туда сюда но не надо мне это хочу в Таиланд очень хочу может может еще судьба даст нам возможно съездить хоть разочек раньше каждого в отпуске ездили сейчас хоть бы раз пять лет прошло уже пять лет как мы были последний раз в Таиланде здесь четыре года живем так перекур окончен иду домой что-то надо достать чтобы готовить сегодня доброе утро хулиганчики балуются балуются подушку уранили уличную это кто такой это кто такой ты стал мальчиком или нет хулиган вот так а ты-то точно девочка и точно девочка ну надо меня обнимать не надо обнимать вотя вотя такие пушистенькие стали хорошенькие да Кэти Кэти скоро уже четыре месяца будет а этот привык мне на спину прыгать и все так что тут нашел кто привык мне на спину прыгать только повернусь кормить он уже на спине сидит вот этот вот котенок пока еще точно не уверена мальчик это или девочка поэтому даже имя не даем ему а это девочка точно это девочка моя девочка причем Боня он того только калашматит а вот эту нет если он проказничает Боня его калашматит наверное точно мальчик ну нет у него еще не выросли вот я помню у Дымки так же до полгода у него ничего не было потом вылезла Боня ты на улице хочешь? ну иди иди погуляй мы шеи там не отпускаем потому что там коты чужие Бонечка то она хоть с дачи может дать а эти то они никак не дадут да мои хорошие да такие хорошие котяточки такие хорошие и тебя тоже погладить ну иди ложись ложись буду вас обоих гладить вот так по очереди по очереди хе-хе да мой хороший да мой хороший он так любит когда я с ним разговариваю на ручках любит сидеть шерстка такая мягкая думаю вот все надоел надоело сказать надоело так кто кусается и так кто кусается так все ушло собирала опять тачку тыков кабачков это я думаю тоже тыква это тоже тыква и у меня случилось там такое несчастье сейчас вам покажу жалко очень самая большая тыква моя которая шла у меня на рекорд она у меня треснула видите как треснула бедненько поднять ее конечно невозможно только Олега надо звать но то что она треснула это значит она начнет гнить такая вот тыква что ж тут тыква моя у нее попка то еще зеленая она бы росла и росла но видать ей нельзя больше расти она треснула собираю еще потому что полегла уже крова во многих местах нужно убирать и кабачки убирать и тыквы которые уже пожелтели тоже убирать крову сжигать в общем вот так вот маленько хоть можно сюда зайти сейчас а то так то вообще не могла потому что я не видела где что находится где трава где тыква где листья тыквы где стволы в общем все это цепляется вот эта трава ее нужно поубрать кабачков нынче это у меня наверное уже четвертая или пятая тачка это вот вот с этого сколько тут восемь на восемь на десять может кусочек земли столько кабачков вот столько кабачков даю сами готовим сами конечно много не готовим потому что особо не наешься но собираем а тыквы останутся лежать на поле пока ну вот это на земле которые целые тыквы чтобы они доходили их очень много такие зелененькие прикрыты где-то травкой где-то самой ватвой чтобы не сгорели на солнце вот эту тыквочку можно забрать пока она не сгнела я думаю что это не дыня это тыква многие написали что это тыква тоже ее в тачечку надо хочется уже огород убрать и свободными быть останется одна морковка у меня и все а так конечно хотелось все уже перепахать посадить сидераты и пусть растут вон у нас даже помятые ничего нормально меньше курицы у меня вообще будут сытые по самые уши арбузы и дыни не удались ну я их как бы и не делала на них ставку так просто там посадила посередине рассады они видать такие засохли хотя мы поливаем у нас сегодня на обед будет терпук две рыбки вот нам хватит пожарю их и выложу на луковую подушку и на гарнир будет пюре вот смотрите рыбку я обжарила в этой же сковороде я обжариваю кучу лука я так делаю может быть кто-то так не делает мне так очень нравится потом потом на этот лук я укладываю вот если все он поджарился теперь я укладываю сюда рыбку сейчас я ее уложу вот я уложила рыбку сверху и закрываю ее крышкой чтобы она немножечко как бы луком пропахла что ли можно так сказать ну вот такое получилось у меня блюдо пюрешка лук и рыбка черпук очень вкусно попробуйте когда на луковой подушке не знаю все так делают может быть мы делаем когда черпук или ментая особенно всегда делаем с луком очень вкусно получается всем приятного аппетита и всем пока пока друзья